доброе гуанское утро друзья завтрак проснулся очередной день и вот мой самый любимый завтрак холодный арбуз чашка кофе и печенюхи ну или сыр кофе больше всего мне нравится такой легкий завтрак я никогда не люблю есть по утрам что-то жирное жареное арбуз люблю в любом его виде ну вернее арбуз люблю в любое время дня и ночи поэтому несмотря на то что это не тропический фрукт здесь можно есть там папайю и какие-то другие ну я папаю тоже покупали но все-таки арбузик это любовь ну что начался новый день знаю что будет сегодня все говорится в потоке за окном все тоже суета индийских улиц также все куда-то спешат надо зайти знаете вот уже я привык к этому размеренному графику жизни гоа очень тяжело перестроиться на какой-то другой рабочий график который который придется скоро включаться ну все когда нибудь заканчивается или к счастью крайтер вот на пляже парашютиком вот такая у них снаряга доску помощник тащит потому что одному наверно тяжело держать парашюты и доску так вечер пляж мандрыма прогулка люди океан до 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 Вечером все выходят позаниматься какими-то практиками, йогами, медитациями, просто проходочками, пробежками, кто на что гораст. Просто поиграть в какие-то игры, футбол, волейбол, покидатики, как они называются, ну летающие тарелки, короче. Которые бросают друг другу, или бумеранги, в общем у каждого, кто фотосессии вечебнее устраивает, девочки, в общем у каждого своя бежута, свои какие-то увлечения, занятия. Проявления. Поэтому вечером на пляже всегда как-то вот интереснее. Пацаны футбольчик гоняют. Во-первых, не жарко. Вечером уже такой воздух становится комфортный. И всегда ветерок дует, то есть все больше не нравится. Вот это так кайфово. Все себя находят какие-то занятия. Спасатель. Со свистком загоняет, закупался все. Закатка не всегда безоблачный. Я его за все три месяца, если один раз видел тучи, то хорошо, ну или пару раз. Постоянно безоблачное небо. Чем, собственно, и отличается высокий сезон от не сезона. Еду в Панаджи. Все-таки хочу доехать туда, к столице штата Гуа. И опять остановился вот на этом мосту, который пересекает такой луг заливной. Здесь, смотрите, какая красота. Почему я остановился? Здесь расцвело очень много цветов. Каких-то сиреневых таких. Смотрите, какая красота. Белые какие-то птицы летают. И все-все-все вокруг, смотрите, в таком цвету, этом сиреневом. Настолько красивая вот эта вот местность. Просто сказочно. Как в каком-то заповеднике. Смотрите, цапель. Сколько этих белых здесь. Десятки просто. Они тут, видимо, кормятся вот на этих, на этом лугу. Очень красивая местность. Просто. Сказочная такая. Как вам? Красота же. Вот здесь такой мост. Ну, как бы. Тут и реки, как таковой, нет. Ну, просто низменность. И такая, как болотце. Не знаю. Ну, там видно. Плесы такие. Полувысохшее какое-то, как озеро. И оно все буйно заросшее зеленью, растительностью всякой. Тут куча птиц всяких летает. Ну, такая, знаете, как мини-заповедник какой-то такой. Прямо у дороги. Очень красиво. Так, ладно. Нужно ехать. Потому что время летит быстро. Уже скоро 4 часа вечера. И мне, как бы, хотелось бы все-таки туда доехать. Расстояние небольшое. От Мандрама до Панаджи 30 километров. Но трафик ближе к Панаджи начинается такой сложный. И пробки постоянные. Поэтому даже на байке там не всегда прокиснешься. В общем, нужно торопиться. Иначе я опять туда не доеду. в этот городок. Так, друзья. Ну что, добрался я до Панаджи наконец-то. Вот я возле набережной. Там вот вдалеке видно мост через реку. И отсюда уже буквально полкилометра до известных португальских этих соборов католических. Но я решил остановиться и прогуляться вот здесь вот по набережной. Тут красивый вид такой на реку. Ну, вообще такое место живописное. Пображу, посмотрю, что тут да как тут. Так, ну набережная находится вот сразу же здесь за дорогой. Сейчас подойду, посмотрю. Тут, по-моему, как раз находится морской вокзал. Или это просто какой-то ресторан на берегу. Не знаю. И я буквально сейчас подойду к набережной, посмотрю. И вернусь назад. Пойду вот в ту сторону, там где находится католический собор, который построили португальцы еще в каком-то там 1600 каком-то году. Потому что время уже пятый час вечера, а многие такие экскурсионные объекты здесь в Индии в 6 часов вечера закрываются. И поэтому я смогу не успеть. Такие вот паромы здесь пришвартованы. И такой вот вид отсюда на реку. Ну красиво. Красиво. Здесь находятся многие казино, которые действуют на воде в штате Гоа. Поскольку в Индии запрещено, запрещен игральный бизнес как таковой. Но он запрещен как бы на территории суши. То есть материковой Индии, да. А вот на воде как бы это разрешается. Ну вот такой вот парадокс как бы. Знаете, да, но нет. Или нет, но да. Вот. Все вот эти вот плавучие, большие такие корабли, плавучие какие-то средства, это все в основном казино. Ну понятно, здесь стоят и всякие, стоят всякие суденышки какого-то рыбацкого назначения, рыболовного. Но в основном вот все большие такие суда, которые стоят как бы вот, вроде стоит судно, да. Но это казино, чтобы вы понимали. Это казино на плаву, скажем так. Вот. Я так понимаю. Вот одно из них. Ну оно как бы даже не плавучие. Просто на воде, на сваях сделано Бид Дэдди или Дадди казино. Вот такое вот сооружение. И можно, кто любит азартные игры, сходить в эти казино и поиграть. Рядом с набережной здание красивое такое вот. Тоже в таком стиле интересном. Ну что я скажу, живописно, красиво. Так. Ну ладно. Набережную оставлю на вечерок. Уже когда будет ближе к закату, время прогуляюсь. А сейчас пока пройдусь вот к этим католическим соборам или собору. Я там был в восемнадцатом году. Ну так, честно говоря, помню. Не очень все отчетливо. И я не знаю какой там, какие правила входа. Можно туда заходить, нельзя. Свободные туда входы я имею ввиду или нет. Сейчас узнаем. Может придется заплатить какую-то копейку. Прикольное здание, старенькое. Все балконы интересные. Здесь вообще очень много португальской архитектуры, которую здесь построили португальцы в свое время. Вот здесь поставил свой байк. И сейчас направляюсь к этой циркушке. Она находится где-то в трехстах метрах отсюда, если верить навигатору. Кто не в курсе, Панаджи – это столица штата Гоа. Город, который был очень сильно развит во время португальской колонизации. Ну, я имею в виду разницу в плане застройки. Было построено много зданий. И все это сохранилось до нынешних времен. Ну, все не все, но многое. Это мегаполис по меркам Гоа. Здесь суетливо, конечно. Все-таки как-никак город. Так, ну и вот где-то здесь. Ага. Вот, собственно, и один из этих португальских храмов, построенных во время колонизации. Кстати, закрывается он 17.30. Пол шестого вечера. Кто не в курсе, чтобы знали. Если будете здесь, то вам нужно до пол шестого сюда успеть, иначе вы просто не попадете в это место. Так, много туристов, в основном индийских. Лестница тут такая большая, широкая. Так вот он выглядит. Опа, ага, все, сходили. Он закрыт. Но, Энтри, нет входа. Ну и ладно. Значит, просто полюбуемся этим видом. Вот с этой площадочки. И все. Ну, такой вот католический храм. Построена эта церковь в 1609 году. Повторюсь, с португальцами. На таком вот холме она расположена. Является такой одной из местных достопримечательностей Панаджи. Но она закрыта для входа, и попасть в нее, к сожалению, не удастся. Ну, так тому и быть. Тогда просто пойдем побродим по улочкам Панаджи. Пройдемся по самой набережной. Еще. Ну, вот. Как-то так. Ну, кстати, в Google Maps не обозначено, что она закрыта. Написано, что она как бы рабочая. Это церквушка, но по факту можно пройти только на вот эту террасу, на площадку перед самим входом в церковь. Ну, а так вообще местность такая холмистая тут. Наконец-то я доехал до этого города. Здесь сильно затрудняет передвижение трафик. Очень плотный трафик, постоянные пробки. Ну, не постоянные, но во многих местах, особенно в радиусе этого города, в радиусе Панаджи. Поэтому такая себе история с поездками. Вот с этого ракурса какой вид на собор. Такая стена мощная, поросшая. Заплетена, вернее, какими-то уже растениями. Ну, и такие вот построечки тут. Фух, жарко. Жарко. Жарко ходить, конечно, не очень комфортно. По жаре. Уже конец февраля. 29 число. Поэтому... Март, это уже жара. Угуа такая конкретная начинается. Вот так вот лестница здесь сделана. Вверх поднимается красиво. Там тоже какие-то здания расположены. Не знаю, может все-таки подняться сюда, попробовать. И что-то там еще интересное будет. Наверху. Конкретной цели как бы не ставил, куда пойти. Вот просто точку поставил сюда, где вот этот храм находится. И поехал. Ну, видите, приехал, а он как бы закрыт. Да, лестница такая. Смотрите, как старое здание оплетены этим всем плетущимся миром растений. Как в джунглях. А вот... Вот это все одно дерево. Фух! Жарко, душно. Оно вообще громадное. Вот одно рядом тоже такое чуть поменьше. И наверху находится дом. Тоже в колониальном таком стиле. И явно. Ну, к нему еще нужно подниматься. Ух, почти поднялся. Ну, видать, сюда такой вот красивый. Тут такие ворота. Арка какая-то. Можно пройти на следующий уровень. Город, я же говорю, расположен на холмах. Поэтому... Передвигаться по нему... Фух, не так-то просто. Тут ходит куча каких-то... Таких вот... Одеждах офисных людей. Я так понимаю, что... Это может быть какая-то... Местная администрация. А может, учебное заведение. Фиг знает. Магистратура. Ну, как понадобилось. А, ну да. Это какое-то... Учебное заведение, судя по этой таблице. У входа. Расположена она в таких... Красивых корпусах. Что? Нет фото, нет видео? Нет. О, окей. Короче, в этом учебном заведении снимать нельзя. Подошел охранник, типа. Ну... Видео и... Удаляй, типа. Удалять. Ну, я удалил. Ну, вы же понимаете, что такое удалить в айфоне. Оно просто переходит в папку удаленное. Но... В этой папке можно и восстановить. Поэтому я... Благополучно восстановил это видео. Это ничего, собственно. Ну, двор и двор учебного заведения. Не знаю, почему. Такие правила. Ну... Какие есть. Вышел за пределы этого заведения. И что? И вот и ничего. Как бы все здесь заканчивается. Все. Все. Сейчас пойду... Обратно. Короче, вернулся назад. Опять спускаюсь по этой... Многоярусной лестнице. Смотрите, как она выглядит. Ну, конечно, грандиозное сооружение. Такое... Забахать. Ну, вот видите. Здесь все соответствует... Индийским нормам. В плане мусора. Непобедимая нация. Тут лачуги. Живут какие-то... Местные люди. Довольно бедно. Такое как... Какой-то... Ну, вид трущоб. Так что вот... Как-то так. Рядом учебное заведение, наверное, такое. Одно из самых крупных. Столица штата Гоа. И вот... Такая вот жизнь... Соседствует... Возле этого... Заведения. Ну, Индия, это вообще страна контраста. Я думаю, в курсе. Здесь очень часто... Бедность... Живет по-соседству с... Роскошью. Поэтому... Поэтому вот... Индия... Является таковой. Да, пес? Охраняешь? Молодец. Ну, здесь в городе хотя бы вот... Видите, есть тротуары, есть олейки. Можно ходить нормально. Автобус какой-то весь зарешоченный. Не знаю, полицейский или... Кого он возит. Тук-тук. Катаются. Такая вот улочка. Что это за тайские девчонки тут... Гуляют. Прикольная такая улочка. Тут уже можно встретить и... Туристов. Ну... Интересные. Дома такие. Какой интересный вход. С такой плитки. Прикольный. Прикольный. И смотрите... Сам пол перед входом... Выложен... Морскими всякими ракушками. Прикольный. С 1954 года существует... Это заведение. Я так понимаю, это ресторанчик какой-то. Можно сидеть в столике. Прямо выходят в такие небольшие балконы. Все это в такой вот... Тихой улочке. Я уже здесь пару раз встретил... Тайских... Ребят и... Девчонок. И они все в одинаковой такой форме. Как бы... И... Я понял, они работают здесь в казино. А может просто как бы... Тайцы владеют казино этим. Я затрудняюсь сказать. Ну, часто вот... Я встречал именно... Девушек в... Какой-то одежде такой форменной. Может это стюардессы какие-то. Вот тоже идут... Две. С бэйджиками какими-то. Я так думаю, что это... Может быть, сотрудничество... С бэйджиками какими-то. Может быть, сотрудничество... Будницы, я же говорю, казино. И... Они как бы... Для привлечения клиентов. Но это не точно. Ну, такая интересная улочка. По крайней мере, тихо, спокойно. Можно нормально пройтись. Без этой... Суеты такой... Дорожной. Вот это все... Понастроили... В свое время... Португальцы. Так оно тут... Дом красивый. Вот смотрите какой... Проход между домами. Вот полностью весь уставлен горшками. С цветами. Красиво. Красота. Красота. Ну, это такая, наверное, одна из... Самых... Интересных улочек. Здесь вот... Я смотрю, какие туристы тут... Ходят. Антонио. Капас. 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 И все названия такие вот... Португальские какие-то. Наследие колониальных времен. Капас. Еще один переулок сейчас. Здесь пройдемся. Торговец с фруктами. Ну, прикольные эти барчики. Йозеф бар. Они небольшие такие. Нельзя фото-видео. Ну, и ладно. Мы туда и не будем идти. Ну, так смотрится все интересненько. Вот домик такой тоже. Ну, мне очень напоминает такой провинциальный какой-то испанский городок. Просто много где был в Испании. В таких вот небольших поселках, городках. И вот архитектура, вообще сам вайп такой чем-то мне напоминает эти городки. Хотя здесь были португальцы, а не испанцы. Но все равно как бы это все близко друг к другу и поэтому... Это похожая культура во многом. Опа. Вот еще переулок. Смотрите как. Ну, симпатично, симпатично. Ну, вот здесь походить так как бы мне нравится. Вот я заметил, тут любят украшать. Вот уже не один такой проход между домами. Вот растениями украшают. Просто садят в горшки цветы и они тут стоят целыми такими рядами. Ну, скажу вам, дома довольно неплохо сохранились многие за все это время. Построены качественно. Тихий такой переулок, даже птица эта чирикает. Ну, вот здесь как-то уже хоть какое-то эстетическое удовольствие получаю, гуляя по этим улочкам. А вот этот вот весь шум гам, вот такая себе история. Ну, они вот... Небольшой район тут занимают, вот эти все домики. Вот уже я куда-то выхожу опять на проезжую улицу. Ну, да, все. Вот этот вот райончик весь, вот с левой стороны, он как островок такой, знаете, старой португальской такой части Панаджи. Не хочу я выходить в этот шум, вернусь назад, поброжу еще по этим улочкам. Чем-то мне напоминает старый город, вот в Анталии, ну, турецкие такие вот старые города, ну, районы старого города. Вот эти таблички мне нравятся, которые на стенах этих домов. Вот, блин, если бы сюда вот так вот кто-то привез с завязанными глазами, потом снял эту повязку и сказал, определил в какой-то стране. Я думаю, никто бы из вас не сказал, что вы в Индии бы сказали Испания, там, Португалия, что-то из этой серии. Красивые домики. Такие балконы вообще няшные, уютные, уютные, смотрите, маленькие. Это тоже комнатуха, получается, вот на втором этаже вот этого здания, первый этаж, это второй, такой мини-балкончик, выход на него. Ну, красиво, красиво. Тут даже вот персонажи такие вот в шляпах, чем-то похожи на испанских каких-то гринго. Релаксин. Красиво. Барчик или кафешка. Красиво. Да, вот здесь вот вопросов нет. Случайно я забрел вот этот район и как бы его даже, ну, не было код обозначения, как пункт посещения. Вот тоже вход, смотрите, насколько он красивый. Одна, входная группа какая. Все это плиточкой так выложено. И вот опять же из, из родцов таких названия. И рядом находится вот такой вот алтарик небольшой. Христианский. Окошко такое красивое с решеточкой, правда. Горшки с цветами. Вдоль здания тоже расставлены лозоны с растениями. Ну, вот здесь, здесь как-то все не по-индийски. Мусора особо, ну, как бы даже нету вообще. Все ухожено. А вот такая вот симпатюля. Симпатюля. Какая прикольная собака. Ты охраняешь, да? Ух ты! Охраняет. Молодец. Красивая. Так, а вот какая-то швейная мастерская, портные тут шьют. Одежду. Не знаю, может зайдут. Посмотрим. Хэллоу. Ну, здесь многие католики. Папа Римский. Изображенные. Такая вот швейная мастерская. В этом районе работают одни ребята. Ни одной девушки я не вижу. Парни шьют. Ну, и вот тоже помощник. Кот. Вот такое производство. Ну, как не производство, а как бы... Хэллоу. 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 Вот рядом мастерская. Ой, не мастерская, магазин, рубашка. Можно рубаху купить. Вот видите, как бы там ни было, а одни из самых посещаемых мест, там где были колонизаторы и оставили после себя вот эту всю... Все наследие архитектурное, эти места так и остались, ну не так и остались, а стали вернее, стали самыми посещаемыми в основном в городах нынешней Индии. В том же самом Таиланде, вот на Пхукете есть старый город, тоже там район, который застраивался колонизаторами, не помню, кто там уже был из европейцев, в общем, целый квартал таких вот тоже старых домов, которые поддерживаются в таком довольно приличном состоянии. И вот, приехав туда, гляньте, яйца пораскрашивали и поодевали скорлупу яичную на цветок, что за прикол. Туда едут люди, вот это я в Пхукете тоже целыми толпами, это такое вот место паломничества туристов. Вот видите, как-то так. Хотя, я, конечно, не, если глобально на это смотреть, то вот эти все колонизаторские войны и, как бы, ну, колонизаторская политика Европы, которая была в средние века, я ее не одобряю, потому что развитие многих цивилизаций, которые были, шли своим, своим ходом. Это развитие этих народов, вот, если взять североамериканских индейцев и вообще американских, разных латиноамериканских. Почему они стали, вот, Латинская Америка, почему? Потому что там испанцы туда привезли свою культуру, и вот она стала Латинской Америкой, испаноязычными странами, многие стали государства использовать испанский язык и вообще испанскую культуру, потому что европейцы туда приехали и, так сказать, вживили туда свою цивилизацию. Вот, а вот интересно было бы, да, наблюдать, как бы развивались эти регионы, целые материки, можно сказать, там, Латинская Америка, Северная Америка, Южная, как бы она развивалась, вот, если бы развитие шло, так сказать, своим ходом. Фотографируются молодые люди, вот, смотрите, какой интересный дворик сидит, пожилая женщина. Вот, ну, это мы уже никогда не узнаем, потому что... Вот идут люди, всеми здороваются, наверное, знают уже все здесь. Смотрите, какой интересный двор. Просто класс. Насколько все красиво. Плиточка еще выложена, вообще класс. Цветами все украшено такими. Лебедя тут на подоконниках. Ну, горшки цветочные в виде лебедей. Тоже вход такой. И, смотрите, вот чердак. Тоже чердачное помещение, оно, наверное, живое, там комната. Тоже лебеди. И наверху сидит петух. Интересно. Вот, видите, поливают вот эти цветы в вазонах на улице. Я смотрю, здесь много каких-то таких неиндийского вида людей. То ли какие-то тибетцы, непальцы, возможно. Парочка фотографируется. Так, а ну ж покажи, красиво ли я получилось. Ага, ну ладно. Сойдет. Так, обойду я их, то я все время жду, пока они сфоткаются. Магазин каких-то органических продуктов, что сейчас модно. Ома Органикс. Органическая тематика. Такая вот. Модная в нынешнее время. Так, вот еще. Ну вот, знаете, вот этот район, честно скажу, я вот как бы погрузился в какую-то европейскую, испанскую, такой испанский вайп. Вот я в Испании довольно долго, ну, жил, ну как долго, ну, пару лет. Я там работал и, ну, то есть, находился в этом всем пространстве, во многих городах испанских был. И, как бы, вот чуть-чуть впитал эту всю атмосферу, вот, и попав сюда, вот мне как-то это все навеяло испанское, испанское настроение. Это все таксисты в основном. Здесь таксисты оказывают услуги на байках. Несмотря на то, что это, как бы, не типично для многих европейских стран, то для Азии таксист это не обязательно машина на машине. Ну, сын. Камни продают. Вот такая вот симпатичная улица. Или вот этот дом тоже, тоже красивый. Правда, чуть-чуть покосившийся уже от времени и небольшая церквуха рядом. Пройдусь еще по этим закоулкам. А вот какое здание. Явно все уже так отреставрировано. Но все равно вот этот балкон и арочные выходы на него красиво смотрятся. И тоже вот такая табличка. Продолжение следует... Идем так. Кофейня. Можно выпить хороший кофе. Профессионально, видно, бариста работает. Ларберфолк. Здесь, как такой вот городок в городе, свой район со своей атмосферой. Собака спит, печенье лежит, которое она даже не ест. У него ноги нет. Смотрите, собака трехногая. Видите, у него нет задней левой ножки. Ну и тем не менее они живут, такие собаки. Здесь, кстати, таких собак много. На пляжах много. И без передней, и без задней ноги трехножки. Ну и бегают, я вам скажу, не намного медленнее, чем собаки в полноценной такси физически. Привыкают ко всему, можно адаптироваться. Ну, как, не ко всему, но ко многим физическим недостаткам. Живой организм имеет свойство привыкать, адаптироваться и как-то жить. Отвернулся опять на этот перекресток. Красиво, красиво. Такой вот райончик. Симпатичный. Ну вот, картинка, скажите, вообще не индийская, да? Я опять столкнулся с этой молодой парой, которая фотографируется. Уже обошел вокруг квартал, и мы опять сошлись в этой точке. Экспорт-хаус. Хочется вот заглядывать в каждую... щель, знаете, как-то так вот симпатично тут. И едут, и едут, смотрю, люди на байках сюда как бы паркуются. Да, давай, давай, люди пропускают. Показал мне, чувак, типа смотри, знаки нельзя снимать. Ну, не знаю как, это туристическое место, почему я не могу здесь поснимать. Я же не захожу в заведение как бы, да? Я иду по улице. Так, вышел я опять, да? на ту улицу, на которой уже был. Вот здесь тоже, вот смотрите, как бы индуска, да? Ну, она явно с какими-то чертами тайки. Я же говорю, здесь очень много как бы людей, ну, азиатской внешности, но не индийской. А вот с каким-то чертами вот... Юго-восточной Азии, Таиланда, да, Витнама, такое вот. Здесь, конечно, вот еще машины не ездили, было вообще шикарно. Но... Едут и едут. В общем, такой вот интересный район. Попался мне. Находится он прямо рядом с набережной. Занимает какую-то небольшую площадь, я так понимаю. Ну, здесь походить так атмосферно. В отличие от суеты этих всех улочек, которые находятся в другой части города, здесь по-моему самая такая классная локация. Каждый домик такой вот по-своему красивый. И они их берегут, не сносят. Вот, смотрите, какой интересный дом. Такой балкон. Кстати, весь остекленный. Внизу вообще колонны. Красиво. И, опять же, много-много цветов. Новая фотография. Видите, нельзя фотографировать. Почему-то здесь везде висят эти знаки. Я как-то даже сначала не обратил внимания. Потом чувак мне типа показывает. Смотри, нельзя снимать. Ух ты, тут вообще такой дворик. Со своей такой церквушкой маленькой. Смотрите, как тут все расчерчено. У каждого своя зона парковки. Или как можно понять вот это все. Всю эту разметку. Вообще такая манипусенькая церквушка. Колокол висит. Можно звонить. И звонят, наверное, им. Потому что даже вот веревочка от него. От этого колокола спущена сюда. Вниз. Ну, такая вот церквушка. Так, а здесь находится уже улица проезжая. И заканчивается этот район. Там уже полностью все. Движение. Все такое миниатюрное в этом районе. Ощущение, что попал в какой-то район лилипутов. Знаете, то есть все микро такие балкончики. Микро окошечки. Такое все какое-то небольшое, маленькое. Поэтому создается такое вот ощущение, что это какой-то мир для каких-то гномов. Ну, нету такой, знаете, гигантомании какой-то там. Как-то все так... Ну, в мини размерах. Ну, есть так как бы здания, в принципе, полноценные. Большие вроде бы. Ой, какие красавцы, смотрите. Пацаны. Привет. Или кто вы. Ну, красота же. Посмотрите на этих чудо-кошек. Холеные такие. Кошки. Устроились хорошо вы туда, на байке. Смотрите на этих чудо-кошек. Прикольно аликей. Ну, не боятся. да сейчас они попозируют прикольно конечно тоже старое здание как смотри какой вход и над входом зомок висит кто-то живет и туда в эти двери вставили вот какую-то бумажку только что девушка вот на этом байке подъехала отсюда бумажку какой-то счет ну все как бы вроде бы все так обошел опять вернулся на ту улицу где я был пока световой день позволяет еще пройдусь поснимаю какую-то часть этого района не знаю что вам комментировать смотрите просто любуйтесь архитектурой вивенда пачесо отель баритон девичуха на скакалке и везде проходят фотосессии куда ни не поверни за каждым углом фото 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 так хотя бы не забыть где я ставил свой байк но я помню так это опять уже третий раз на эту же улицу выхожу может быть не пройти куда-нибудь в другую сторону вот туда ну парадокс смотрите вот здесь тоже видите типа нельзя фото видео делать то есть туристическая часть города все сюда едут за тем чтобы посмотреть естественно запечатлеть это все на ну на свои гаджеты как бы сделать фотографии снять какое-то видео да и это все запрещено вот тоже смотрите микромир такой вот милый милый домик такой вот тоже входной группа интересной такие окошечки маленькие ресепшен гест хаус это отельчик это небольшой отель фото сфотографирует работника для своих каких-то возможно нужд и так ну здесь этот район явно закончился тут уже проезжие часть и суета и шум ну хотя вот тоже улица этого района и так понимаю вот делают кстати чикен шаверма с курицей стоит семьдесят восемьдесят руб руб и девяносто скажу довольно таких демократичные ценники тут бельяне прикольно наверное сейчас возьму себя шаурмой потому что я еще сегодня толком кроме кофе с печенюхами и арбуза ничего не ел поэтому нужно перекусить потому что ехать еще целый час дорога будет занимать и я хочу выехать отсюда чуть попозже потому что вот в это время время 6 7 вечера это вот такой вот бесконечный трафик на всех улочках практически пробки все едут с работы людей здесь в индии просто как муравьев и поэтому путешествие любая поездка превращается в головняк ладно я закажу себе шаурму это харамбол не? харамбол? я? я? я пракас холиде пракас холиде харамбол отель меня гид гид мой Passman моя Traхи no I байка это парикмахерская индийская посмотрите как все атмосферно ну вот если бы еще вы ребята не сигнал чёрт вы такие сигнальщики касас деде часто вот петухи изображены не знаю они наверно что-то обозначают и вот петух смотрите на крыше и здесь на колонии петух что означает петух кто может сказать я знаю что в голландии нидерландах когда я был там петух ну это как бы один из символ из символов национальных поэтому там много я видел таких вот изображение скульптур петуха там во дворах возле дворов ну здесь он какое значение имеет что его изображают на многих во многих местах тут просто какая-то птица растопыренными крыльями тоже такой дворик понравился мне зашел посмотреть ну судя по байкам это все жилье наверное в аренде люди здесь живут снимают такие уютные дворики калиточками миниатюрными все-то много европейцев здесь туристов гуляет вот тоже отель симпатичный такой ну вот дом такой немного запущен но я думаю они его отреставрируют забитая профильным железом окна пока что ну я думаю они просто этот весь район хотят как бы восстановить и чтобы он был весь смотрите как классно чтобы он был весь хорошим состоянием какие ручки интересные я таких никогда не видел с клеенными камешками этики вот изразцы прикольная на дверях этими сюжетными рисунками ну такой вход это кафе моранго так и уже улица выходит сторону набережной ну вот такая прогулка получилась по старому району панаджи столица штата гоа я так первый раз окунулся в эту всю атмосферу этого города и один раз здесь был в качестве обычного туриста на обычной коллективной экскурсии называлась она по моему в глаза один день или весь глаза один день как-то так мы посетить посещали вот проезжали вернее по надже посещали тут в старом городе в старом гоа какие-то католические храмы туда я сегодня не попал ну собственно я там был католический костел большой там с какими-то естественно всеми атрибутами я сегодня захотелось просто побыть приехать в город и прогуляться по нему так сказать в без какой-либо цели снять все что мне на пути встретиться и как бы так получилось как получилось ну я рад что я попал вот в этот райончик он действительно мне понравился так и опять выходим к набережной этой сеть суете казино уже не по включали свои огни они так ярко светятся ночью вечером когда темно и едешь вот и это казино на воде стоит там вот какой-то корабль да или он здесь сидяет в гирляндах неоне то есть знаете так заманивает своими красками и блеском посетителей чтобы туда пришли проект или выиграли свои денежки вот здесь вот опять сидит куча народа каких-то девчонок явно тайской внешности здесь вот у входа казино дал тем джейк казино и здесь вот у этого фонтана высохшего сидит куча народа у них у всех одинаково видите форма такая они либо работают крупье возможно либо кем-то в этом казино я не знаю ну просто вот констатирую такой факт кейк шоппан дайкере кейк шоппан заправочка есть прямо здесь у дороги на набережная можно заправиться у меня бак почти полная только процентов 10-15 с бака сжег не думаю на мои оставшиеся пять дней угла должно хватить кстати очень мало берет топлива топлива ямаха так вот полицейские стоят а там мой моток как бы не хочется мне с ними общаться поэтому я наверное пока не буду идти к мотоциклу уже попозже потом поеду когда они отсюда слиняют сейчас пока пойду куда-нибудь посижу вот в этом скверике